Бетербиев очень близок с Кадыровым, он с ним прям дружит, они там, ну Бетербиев на своей странице в инстаграме постоянно любые какие-то даты, там гибель Кадырова старшего, день рождения Кадырова старшего, младшего, день рождения там матери Кадырова, жены Кадырова, любые короче такие даты. Сегодняшний наш эфир начинается с хорошей новости. Артур Бетербиев, боксер-профессионал, одержал сегодня победу во втором раунде нокаутом, нокаутировал Джо Смита младшего. И тем самым защитил два имеющихся у себя пояса, он был чемпионом мира по двум версиям, защитил эти два пояса и плюс еще отобрал один пояс у этого Джо Смита, теперь он чемпион в трех, по трем этим версиям. И вы сейчас наверное такие в шоке, что ты там такое несешь, какой Бетербиев, какая хорошая новость. Хорошая новость не в том, что он выиграл, не столько даже в том, что он выиграл, хотя может быть многие и болели за него в этом бою. Хорошая новость в том, как он выступил по результату своей победы. Вместо привычного, а вообще надо напомнить некий бэкграунд Бетербиева, Бетербиев очень близок с Кадыровым. Он с ним прям дружит, они там, ну Бетербиев на своей странице в инстаграме постоянно любые какие-то даты, там гибель Кадырова старшего, день рождения Кадырова старшего, младшего, день рождения там матери Кадырова, жены Кадырова. Любые, короче, такие даты, он обязательно выкладывает фотографию, делает такой длинный пост, где описывает всю роль, там важность, короче, почтение всяческое выказывает, такие отношения очень теплые и близкие. И поэтому было достаточно странно, когда в своей победной речи вместо слов «Ахмад Сила» Бетербиев сказал другие слова, которые мы с вами сейчас посмотрим. «Нох Чичо Сила» Аллаху Акбар, выкрикнул Бетербиев. «Нох Чичо» это «чечение» в переводе. Не «Ахмад Сила», понимаете? Вообще, если кто-то недостаточно уделяет этому внимания, не понимает вообще в чем роль, клич «Ахмад Сила» является таким своеобразным индикатором, лакмусовой бумагой, твоей лояльности режиму. Почему вы думаете, так важно постоянно об этом заявлять, кричать? Почему об этом Делимханов, там всякие Иудовы, любые, там, Аллаудиновы, желтые штаны, все, 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 и по поводу, и без повода постоянно кричат вот это «Ахмад Сила». Почему это делается? Потому что это индикатор. Если ты говоришь «Ахмад Сила», значит ты свой, значит там у тебя все нормально в голове. А если ты вдруг перестал это говорить, а еще и вместо этого что-то другое стал говорить, значит там не все нормально. Ну, здесь, конечно же, рано говорить о какой-то нелояльности Бетельбиеву, вполне возможно, этому есть другое объяснение. Во-первых, Бетельбиев выступал не под российским флагом, он выступал под канадским, что уже говорит о многом. Так как Россия сейчас как страна изгои, под ее флагом сейчас нигде выступать не вариант, он выступал под канадским. И вполне возможно, что не выкрикнуть «Ахмад Сила», а вместо этого крикнуть «Нахчичуя Сила», это было такое спонтанное решение Бетельбиева, которое безусловно вынудит его к объяснению, то есть им придется в любом случае это как-то объяснять, но это будет объяснено, или может быть уже даже объяснено тем, что страх попасть под санкции, близость с Кадыровым все-таки не лучшим образом характеризуется здесь на Западе, поэтому так как он является профессиональным боксером, ему нужно выступать. И в этом плане, в общем, ему можно пойти навстречу, ничего страшного, что он этого не сказал, может быть там такое как бы решение, хитрость такая, да, для того, чтобы уйти от возможных последствий, она будет, это объяснение будет воспринято, и все у них будет нормально. Но несмотря на все это, эта ситуация очень интересная, приятная тем, что они вынуждены так себя вести, вы понимаете, что сам факт того, что на таком важном мероприятии для Кадырова, это безусловно важное мероприятие, то, что там нельзя выкрикнуть, что Ахмат Сила, это очень хорошо, это очень приятно, что они вынуждены говорить что-то другое, вынуждены как-то скрывать там, что-то ухитряться, это уже хорошо. То, что свободно чувствовать себя какими-то там хозяевами на международной арене, они не могут, это чертовски приятно. Ну и тем более то, что Бетербию вынужден был взгляд, нох, че, че, сила, это уже, знаете, отсылки к нашей свободе, к нашему государству, нох, че, че, это наше государство, это наша земля, это то, за что мы боролись, боремся, это наша цель, независимое, свободное чеченское государство, нох, че, че. И вообще изначально, если кто не знает, наши государства так и называлось, Чеченская республика, нох, че, че, было официальное название, потом его изменили на Чеченская республика Ичкерия. Поэтому ситуация очень приятная. Если кто-то из вас вдруг подумал, но он и раньше, наверное, не говорил Ахмат Сила, и вообще, если вы даже его лесные посты посмотрите, лесные посты Кадырову, то там тоже он обычно не пишет Ахмат Сила. То есть он максимально осторожно себя ведет, но не думайте, что он никогда этого не говорил, и что от него это не требуется. Вот, например, видео встречи Кадырова со спортсменами, на которой присутствует и Бетербиев. Вот послушайте, как Бетербиев говорит про Ахмат Силу. Во-первых, он сидит на этом мероприятии в форме Ахмада. И он тут рассказывает, что когда он где-то в европейской стране был, он был в форме Ахмада, ему якобы полицейские кричали, что Ахмат Сила. И вот типа Ахмат Сила знает об этом весь мир. То есть это не тот случай, когда человек никогда этого не говорил. Нет, говорил, и это человек, который должен это говорить, от него это ждут, ожидают, для него это тоже является признаком лояльности. И то, что он вынужден был там это не сказать, потому что он не смог там это сказать, это, безусловно, очень хороший фактор. Это, знаете, вот эта вот токсичность всей этой кадыровской ерунды на международной арене, на таких вот аренах, массовых аренах, которые очень важны для них, на которых они хотят выступать, они хотят, чтобы там звучала их вот эта вот кричалка, чтобы там были их какие-то логотипы, представители, они хотят этого. Они вообще живут ради этого. И то, что у них там сегодня это не получается, то, что отношение с ними, любая априллиона с ними является токсичной, и ее пытаются избегать, это очень хорошо, это радует. Поэтому я очень рад.